друзья всем привет с вами мастерская моська еще раз повторюсь по моему я это видео уже писал надо все как-то собрать воедино как заставить бубен петь скажем так вот сегодня сейчас у нас очень-очень здесь сухо 20-30 процентов влажности и в большинстве квартир сейчас сухо потому что отопление многие не понимают почему не бубен превратился в ведро вот и думают что бубен плохой еще что-нибудь весной летом и осенью он вернется в свое нормальное состояние это естественно сейчас очень сухо очень сухо для бубна поэтому если вы чувствуете что бубен у вас уже звучит высоковато и это не есть хорошо то есть два важных правила хранить его во влажной атмосфере 50-70 процентов это может быть увлажнительно рядом стоящий с бубном вот либо покупаете орбизы берете маленькую емкость заряжайте орбизы водой загуглите что это такое и при хранении ставим все это внутрь бубна орбиза будет давать влагу и бубен и будет забирать потом снова опять заряжать орбизы снова ставите и так на протяжении там трех дней меняется орбизы то есть и бубен у вас будет всегда естественном состоянии вот но если вдруг вам нужно сейчас поиграть вас не утроит звучание то есть два варианта мы просто берем воду и оставляем буквально на 3-4 минуты вот есть другой вариант более лояльный то есть чтобы вот так влага не заливать вы вырезаете тряпочку размер бубна всегда должно быть чехольчики пусть будет там высушили и в чехольчик положили вот если вы приезжаете там где-то у вас бубен полежал на солнце на фестиваль еще чуть-чуть ну забыли мало ли в машине оставили он пересох то есть такое тоже бывает солнышко попало на стенку тоже пересох вы берете можете тряпочку не сильно так что влажненький был и прям как простынку кладете на бубен вот сейчас зимой очень важно держать влажность бубна в нормальном состоянии не могут лопнуть это бывает такое потому что перед напряжением вот они могут стать не очень классные по звучанию но все это достигается вот этим смазыванием воды и предупреждаем не смазать водой и не выходить на мороз это будет чревато вот смажьте дайте ему постоять дать ему высохнуть потом уже можно выходить на мороз не надо только класть на теплые полы ни в коем случае не кладем бубна они вообще превращается в просто в кусок сковородки на теплых не храним возле отопления не храним бубна не любит это все дело вешать в дальнюю комнату в дальние дальнюю стенку от батареи от всего и увлажнитель и орбизы ваше спасение что такое орбиз я еще отдельное видео но я думаю в принципе все могут догуглить и понять что к чему там ничего сложного нет вот поэтому если вам нужен бас вот я бубен намочил оставил давайте сейчас через допустим минуту 4 его возьму в руки и запишу звук вы слышали как он звучал через четыре минут и его еще раз запишу и добавлю это видео в конце этого видео ухаживайте за бубны не будет служить вам верой и правдой это ваши лучшие союзники когда вы поймете что ему нужно пить или наоборот подсушить вы будете получать именно тот получение который вам необходим когда мне говорят мне бубен с таким звуком я смотрю на человека и делаем бубен с определенным размером потому что примерно примерно понимаю какой звук будет если намочить какой звук будет если подсушить и на человека ориентируясь делаю ему скажем так с речь с речь средняя тональность а там уже человек должен сам решать для себя что ему сделать бубном и когда он привыкает и понимает что бубну надо он может любой звук тебя под себя построить поэтому когда мне вот этот звук я говорю нет нет тебе вот вот этот размер не звук потому что звук можно получить абсолютно любой хоть подрамочный барабан высокий хоть под бубен баса научитесь пользоваться стихиями научитесь понимать бубен и будете получать супер звук в любом в любом размере бубна ну конечно кроме там сороковых тоже сувенирки вот но и на них тоже можно если сильно увлажнить получить бас но это так отошел тем в общем бубен живой инструмент и он ваш лучший помощник поэтому подружить пока пока ну вот подержал я пять минут соличкой уберем бубен и получаем собственный бас вот то есть это все элементарно вот так он примерно будет звучать летом весной осенью вечером поэтому очень разнообразный инструмент можно сделать любым каким хотите ситуацию вот собственно все что я хотел сказать я надеюсь что это поможет вам пользоваться бубнами еще будет результативнее и получать нужно нужно изучать пока пока про арбиза я еще запишу видео будет пока пока